Три дня моя капусточка простояла и уже готова. Сейчас буду её разбирать. Вот такой у меня здесь грузик стоит, миска и крупа. Ничего лучше я не придумала. Сделала так. Смар, отойди! Нельзя. Сейчас я сниму. Ой, тяжело. Там три килограмма были крупы. И вот такая моя капусточка. Вообще, она вчера уже приготовилась. Ей достаточно двух дней. Но решила я оставить ещё на ночь. Смотрите, какая. Сейчас вилочку возьму и покажу вам, какая она вкусная. И расскажу, как я её готовлю каждый год. Смотрите, какая. Не то, что в магазине. Варёная. Кипятком. Заварена. А это своя, без сахара. В собственном соку здесь соль, только капуста и морковка. Здесь у меня 4 килограмма капусты, 4 столовые ложки соли без горки и 2 морковки. Капусту я нашимковала, а морковку натерла на тёрке. Всё сложила в бак пластиковый. Поставила гнёт и оставила на сутки, через сутки я капусту проткнула и оставила ещё на сутки. На вторые сутки, на вторые сутки тоже проткнула капусту и оставила на третьи. Вот сегодня третий день и капуста готова. Но я её вчера уже попробовала, она и вчера была готова. Поэтому пробуйте. Она и на второй день будет готова. Сочная, вкусная. Смотрите, сколько сок в капусте. А какие кислые щи с этой капустой получаются? Да с картошечкой эту капусточку. Ммм, вкуснота. Готовьте, не пожалеете. Всё просто. Капуста, соль, морковь. Три дня и капуста готова. Сейчас капусту переложу по банкам и уберу в холодильник. Потому что холоденькая капуста, она ещё вкуснее. Готовьте, не пожалеете. У меня был качан на 4 килограмма. И получилось у меня квашеной вкусной капусты 4 литра.